Алоха, друзья. Мы на острове Кауай, на Гавайях. И по праву здесь сказать можно алоха. Это видео, когда мы берем гида и едем с гидом по острову. Я не знаю, что нас ждет. Еще за территорию отеля практически не выходили. Поэтому уверен, что будет интересно, потому что этот остров, весь остров, заповедная зона. Очень много будет интересного. Подписываемся прямо сейчас. Ну и что, погнали знакомиться с островом Кауай, на Гавайях, друзья. Сумасшедшие виды открываются. Мы на кофейной дегустации. Кофе раздают бесплатно. Блин, вообще такого не видела. Это самая большая кофейная плантация в США. И прямо за мной находится кто? Капитан? Джеймс Кук, точнее памятник его. Съели Кука, либо нет. У нас здесь такое большое влияние Азии. Потому что многие слова в аквайском языке напоминают русский марк. Ничего нельзя строить выше кокосовой пальмы. Как же здесь невероятно красиво. Аб, подписывайтесь на наш канал. Аб, подписывайтесь на наш канал. Друзья, но мы в машинке с гидом Еленой. С моей супругой Юлей. Лен, какая у нас программа? Ну, сегодня у нас в программе, значит, конечно, большой Тихоокеанский каньон. В первую очередь, первая остановка у нас сегодня будет Спаутинг Хорн. Это ревущий морской фонтан с интересным звуком ревущего дракона. И после этого мы поедем на кофейную плантацию. Это самая большая кофейная плантация в США. И мы там попробуем прекрасный гавайский кофе. Насладимся покрытыми в шоколаде кофейными зернами. Погуляем по кофейному лабиринтику. И дальше отправимся уже на запад, где у нас каньон. И по дороге на каньон мы заедем и поприветствуем капитана Кука. Это был первый гавайский остров, на котором он высадился в 1778 году. Мы посетим несколько смотровых площадок. А также мы увидим часть прекрасного побережья Напали. Сказочную долину Калалау. Если нам повезет. И затем мы спустимся, пообедаем и поедем смотреть знаменитый водопад Вайлуа на восточном побережье. Если вы хотите попробовать гавайский ром, мы остановимся на плантации. Или ты хочешь гавайский ром? Я пока не знаю. Мы посмотрим, да. Если до этого дойдет. И все. И мы увидим еще множество гавайских зеленых черепах, плавающих в специальной лагуне. И, может быть, даже если она повезет, увидим тюлени гавайские. Друзья, вы поняли, какая у нас сегодня с вами обширная программа по острову Кауаи на Гавайях? Я не знаю. Я ром пить точно не буду. Я просто не пью вообще уже лет 6. А Юля, думаю, за вас пару соточку точно потянет и скажет, что это за ром. Поэтому мы посмотрим, как она у нас видоизменится. Мы едем, и просто сумасшедшая природа слева и справа. Сегодня нет дождя. Кстати, вы знаете, что на Гавайях, именно на этом острове, по-моему, 350 дней в году идет дождь, верно? Только в центре острова, на горе Вай-Али-Али. Ага. У нас есть гора Вай-Али-Али в центре острова, и она считается одной из самых мокрых точек на планете Земля. Там выпадают ежегодно где-то 16 метров посадка. Гавайи вообще остров, это остров-рай для серферов, гольферов и хайкеров. То есть здесь много тропинок, по которым можно гулять прекрасными видами. Девять гольфных полей. Здесь у нас Tiger Wood играла. А также здесь у нас есть два национальных тропических ботанических сада. Здесь и один еще на севере. Интересный факт, что в Америке всего лишь пять национальных тропических ботанических сада. И три из них на этом острове. Один во Флориде, один на Большом острове. Но три из них здесь. Поэтому кличка у этого острова Остров Сад. Этот остров называют Остров Сад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс работает, как медитация. Каждые секунд 10-15 рычит дракон. То есть, когда у тебя что-то не так, ты можешь приехать сюда, постоять, он за тебя порычит, и все. И потом у тебя все в порядке. И вообще, в принципе, сейчас все в порядке. Но иногда бывает так, что, не знаю, например, TripMyDream, это сервис выгодных путешествий, продает мало авиабилетов, точнее, что-то не получается. Тогда вот я начинаю рычать. Так вот, приезжаю сюда, порычал за меня дракончик в виде моря, и все. Кстати, друзья, помните, где дешевые авиабилеты? Нужно всегда, прямо всегда искать и находить на TripMyDream. TripMyDream.com. Заходим на сайт. Я основатель этого сервиса и могу гарантировать, что мы всегда находим самые выгодные авиабилеты. И не только. Более 30 тысяч поисков авиабилетов у нас происходят ежедневно. Нам доверяют миллионы путешественников. Правда, друзья? TripMyDream. Более 100 лет основная промышленность была сельское хозяйство, выращивание тростника сахарного, выращивание ананасов. Здесь были 11 плантаций сахарного тростника, большие ананасные плантации. Но все это закрыли. Полностью сахарная промышленность закрылась. для штата Гавайи. В прошлом году собрали последний урожай на Мауи. Больше сахара нет. Почему так случилось? Потому что соревнования с Южной Америкой. Гавайский сахар дорогой. Там добавляется еще доставка, цены. То есть коммерчески сейчас выращивают здесь кофе. Вот куда мы сейчас едем как раз на кофейную плантацию. И также таро. Здесь у нас есть плантация таро. Таро – это гавайский картофель. Это как бы основная еда гавайцев. У нас есть плантации таро на северном побережье острова. Так вот, когда была сахарная промышленность, сюда съезжались иммигранты со всего мира работать на этих плантациях. У нас была первая волна иммигрантов была из Китая, потом Португалия, Порто-Рико, из северных стран, такие как Норвегия, Германия, Россия сюда приезжали. И потом Филиппин, Филиппины и Япония. У нас очень большая община филиппинская и очень большая община японская. Очень много. У нас здесь большое влияние Азии. И в культуре, и в еде. Поэтому местные люди очень любят есть сырую рыбу. Так называемая ахипоке. 15 апреля на острове Кавай у нас произошло историческое наводнение. Это наводнение у всех людей, которые здесь родились и прожили всю жизнь. Это наводнение обрушилось в основном на северное побережье острова. Там было очень много дорог. Дыры в дорогах образовались. То есть все вот так вот обрушилось. Пляж Ханалеи, всемирно известный пляж. Там вообще вот эта вот парковка полностью провалилась. Туалет провалился. Там все вот там. Дома вот так все покорежились. И дома там такие, где все знаменитости покупают дома. И то есть такого вообще никто не помнит. И они закрыли вот последний участок дороги 9 миль. Потому что там практически дороги то и не осталось. Когда они откроют эту дорогу неизвестно. Но там очень прекрасные пляжи есть. Как раз вот в том районе пещеры интересные. Сейчас и как раз вот этот вот трекинг. Да. Вот этот всемирно известный Калалау. Хайкин трейл. Да. То есть он сейчас закрыт. Поэтому доступа туда нет сейчас. Только местных людей, которые живут в этом районе пропускают. И сейчас мы повернули. Это самая большая кофейная плантация в США. Здесь растет 4 миллиона кофейных деревьев. 4 миллиона. И здесь эти деревья растут в идеальных условиях. Вообще для кофейных деревьев, чтобы расти идеально, нужно 6 основных условий. Нужна определенная высота плантации. Много солнца. Много дождя. Облачный покров. Также почва, богатая минералами. Вот эта вулканическая почва у нас. И еще одно условие. Такой средний уклон плантации. Мы сейчас едем вот по этому уклону как раз. Это нужно для правильного осушения корней. То есть все эти 6 условий присутствуют на этой плантации, что делает это кофе идеально. Возьмите там Коста-Рика или Бразилию. Там может быть 4 или 5 условий. Здесь у нас все 6. И лет 10 назад эту кофейную плантацию купил итальянский кофейный магнат Массимо Занетти. И он владеет кофейными плантациями по всему миру. И у него и в Индонезии есть, и в Коста-Рике, и в Бразилии. И теперь у него есть эта кавайская плантация. Мы на кофейной дегустации. Кофе раздают бесплатно. Блин, вообще такого не видел, чтобы где-то давали просто что-то бесплатно. Америка. Я сейчас попробую кофе средней прожарки со вкусом лесного ореха. Минутку. Говорят, это один из лучших кофе в мире. Помните, все 6 условий соблюдены. Я добавляю свое седьмое и им наслаждаюсь, друзья. Пойду куплю пару пачек кофе для вас. Поехали. 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 Друзья, вот такие вот 2 пачки одного из лучших кофе в мире только что купили для вас. Посмотрите в описании к этому видео, что нужно сделать, чтобы его выиграть. Но мы с вами отправляемся знакомиться с этим островом дальше. Знаете, куда мы сейчас пойдем с вами? Мы с вами идем гулять по кофейным плантациям, где мы попробуем кофейные зерна. Говорят, они сладкие. Ну что, готовы? Погнали. Друзья, нашли красные зерна. Значит, они начинают с марта поспевать. Ммм. 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 2 зерна. Еще хочу. Еще хочу. Ем за вас. Ммм. 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 Это со вкусом смородины. Очень вкусные красные спелые кофейные зерна. Огромная плантация. Вокруг стоят комбайны. Бесплатный тур, бесплатно ешь, бесплатно пьешь кофе. Они, что не делают, это продают просто здесь кофе. Вот такой вот американский, гавайский маркетинг. Ммм. 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 Мы с вами дальше продолжаем движение по острову. И мы остановились в городе, который называется Ваймея. Вай на гавайском значит вода, мея красный, город называется красная вода. Поэтому вайкики. Вай... Что еще есть? Вайлоа. Вайлана. Вайлана. Вообще все это связано с водой. И прямо за мной находится кто? Капитан? Джеймс Кук, точнее, памятник его. Родился он в 1728 году, а съели его в 1779. Либо его не съели, а мы сейчас спросим, друзья, съели Кука, либо нет. Калай был первый остров галайский, на котором он высадился. В январе 1778 года. Он сюда как раз приехал в хорошее время, когда здесь проходил такой сезон макахики. В гавайской культуре макахики это сезон мира. Во время этого сезона они... Гавайцы, значит, чествуют гавайского бога Лона. Это бог сельского хозяйства и плодородия. И вот тогда как раз приезжал капитан Кук. И они, увидев такого первого белого человека в своей жизни, его спросили, ты бог Лона? И он сказал, да, это я. Конечно, они его приняли очень хорошо, очень гостеприимно, но он здесь не пробыл долгое время и отчалил. И уже годом позже на большом острове Гавайи, да, там уже не был этот сезон. И люди были злые. Кто-то украл шлюпку своего корабля, он в отместку выкрал какого-то лидера местного, завязалась драка, его толкнули. Он упал, закричал, кровь у него потекла. Они сказали, смотрите, смотрите, он чувствует боль, у него кровь, он не бог, давайте его убьем. И так они убили капитана Кука. А почему все говорят, что его съели? А потому что в гавайской культуре людей высокого ранга хранили обычным, необычным образом. То есть они мясо отделяли от костей, мясо сжигали или выбрасывали, а кости захоронили в пещере. Но в его случае они кости в пещере не захоронили, а отправили на корабль к его коллегам. И когда его коллеги на корабле получили кости, что им оставалось думать? Что его съели? Вот такая история. А вот курицы бегают везде. Это дикие курицы, да? Курицы дикие, да. То есть Кавайи вообще очень знаменит со своими курами. Почему так получилось? Потому что это единственный гавайский остров, куда они завезли мангустов в свое время. Мангусты это натуральные хищники для куриц. Почему? То есть вообще мангустов завезли на гавайские острова, чтобы они боролись с крысами на сахарных плантациях. А вот на этот остров они не завезли, потому что есть такая история, что мужик, который грузил мангустов, чтобы переправить на Кавайи, там какой-то шторм случился, то есть клетки все раскрылись, упали. Один мангуст выскочил и укусил. Так его сильно запали, что он рассердился и сказал, что все, на Кавайи мангустов не повезут. Все. И поэтому на Кавайи мангустов нет, и куры у нас свободны. Прямо за мной через океан виднеется остров, который называется Ни-Хао. Это единственный гавайский остров, который не принадлежит правительству США. Остров, который принадлежит семье Робинсоном. И вы знаете, что правительство США даже предлагало им когда-то 1 миллиард долларов для того, чтобы его купить? Они отказались. Там живет, по-моему, около 100 местных жителей, то есть аутентичных гавайцев. Там нет ни дорог, ни больниц, ни школ, ничего. Туда очень изредка можно сделать какую-то экскурсию. Вообще, в принципе, этот остров семья решила сохранить как достояние настоящих гавайских островов. Там, где все сохранилось, наверное, так как когда-то здесь жили местные. До того, как Америка забрала эти острова себе. Еще есть остров Ланай. Раньше его называли остров ананасов. Там были большие ананасные плантации. Но 10 лет назад Лерри Эллисон из Oracle Group купил этот остров за 500 миллионов долларов. Сейчас он называется просто частный остров. Мы поднялись вверх по серпантинам в горы. Место, которое называется каньон Вайме. Сумасшедшие виды открываются. Это основная смотровая площадка каньона Вайме или Большого Тихоокеанского каньона. Глубина каньона где-то 1000 метров, длина около 15 километров и ширина где-то полтора километра. Его часто сравнивают с Большим каньоном в Аризоне. Конечно, он намного меньше, но многие считают, что он намного красивее. Смотрите, он очень красочный по сравнению с Гранд Каньоном. Растительность, краски, тени облаков делают виды просто дух захватывающими. Образовался где-то 3 миллиона лет назад, когда вулкан, породивший этот остров, разрушался. Да, произошло сильнейшее землетрясение, которое раскололо этот остров Натвая. Образовалась такая пропасть, и потом уже тысячи лет эрозии горных рек, сходящих с каньона, сделали его глубже, ждали разные ландшафты. И сейчас мы можем наслаждаться такими прекрасными видами. Остров Кавай очень разнообразный. Здесь существует 8 различных экосистем. У нас есть тропические леса, тропические пляжи на севере острова. У нас есть пустыни на юге острова, степи на западе. И горные системы, пожалуйста, здесь, в каньоне Ваймея. Также растительность гавайских островов, 97% растительности, это не местная растительность, а привезенная. Все кокосовые пальмы, все пальмы, это все привезенное, это не местные растения. Когда первые пляжицы приехали на Гавайи, они вообще никаких пальм здесь не увидели. Гавайи единственный гавайский остров с натуральными реками. На другие гавайские острова вы не увидите рек. И здесь находится единственная судоходная река Вайлуа. Тоже на этом острове, на всех гавайских островах. То есть 7 натуральных рек и одна, единственная судоходная на всех Гавайях. Американцы аннексировали Гавайские острова. Гавайские острова незаконно, они заставили последнюю гавайскую королеву насильно подписать контракт и швырнули ее в тюрьму. То есть это был совершенно нелегальный захват гавайских островов. Гавайцы потом пытались возвратить острова, посылали петицию в американский конгресс, но они не получили положительного ответа. Как бы в глубине души все гавайцы, они недовольны этим фактом, но им приходится с этим жить. А чем в основном местные жители острова Кавайи зарабатывают? В основном, конечно, это сфера туризма, сельское хозяйство, а также военная промышленность. Здесь находится самый большой в мире полигон по испытанию Ракет Про. Это как бы один из самых больших работодателей на острове. Сколько нужно денег, чтобы здесь жить? Ну, минимум, чтобы вообще как-то жить? 10 тысяч долларов. В месяц? 10 тысяч долларов? На человека? На семью. На семью? То есть на человека надо 5, чистый? Да. В Америке надо же меньше, в принципе, чем на Гавайях, правильно? Ну, если вы получаете меньше 3 тысяч, вы уже малый муж. Здесь? Да. А что же так дорого стоит? Куда все деньги тратить? В основном жилье. Проблема жилья, очень дорогое жилье. Снимать жилье очень дорого, покупать еще дороже. У вас свое жилье? Нет. Мы снимаем. Питание дороже. Да. Ну, как бы все привезенное же в основном. Поэтому продукты дорогие, жилье дорогое. Все. Ну, одежда не нужна. Как бы на одежде мы экономим. Мы доехали до водопада Вайпо. Здесь такой же огромнейший каньон. Это продолжение того каньона, где мы только что были. Единственное, что есть красивейший водопад. Друзья, сейчас я запущу дрон, который полетает и покажет, как же здесь невероятно красиво. Полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали на часть побережья Напалия. А что здесь? Одно из красивейших побережья мира. Напалия означает скалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! О-хо-хо! Это просто невероятно. Сейчас дроном здесь полечу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было просто невероятнейшее место. Я не знаю, даже не знаю. Я нигде такое, наверное, не видел. Единственное, на Бали, возможно, мы ездили на какое-то озеро в горах. Потом ей что-то похожее. Нравится? Нет слов. Вообще. Просто не то, что захватывает. Вы же видели, как красиво. Не забывайте, кстати, подписываться, друзья. А еще не забывайте, что дешевые авиабилеты нужно искать и находить на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Я основатель этого сервиса. Могу гарантировать, что мы стараемся всегда делать так, чтобы вы не переплачивали, друзья. TripMyDream. Заходите. Ссылочка есть в описании. Пустились с гор. Скажу вам честно, кататься под серпантином челлендж тот, потому что минут 40 все время вот так. И Лена даже предлагала выбить мне таблетку. Приехали на обед в какую-то деревушку, либо городок, не знаю. Все тут сплошная деревня. Девчонки пойдут обедать в Shrimp Station, то есть будут кушать какие-то креветки. Здесь это национальное блюдо, одно из национальных блюд. А я пойду в Thai Food, поем какой-то тайской еды и сейчас расскажем, что почем. Ну что, мы пообедали. Это не деревушка, это городок Вайме. Значит, юлины креветки в кляре с картошкой при истории. 15 долларов. Я взял себе в тайском ресторане порцию овощей, двойную. Значит, порция овощей с тофу стоит 12 долларов, с креветками 16, с двойными овощами. И тофу это мне стоило 15 долларов. Также я взял 2 авокадо, взял 2 драгонфрута и еще манго, чтобы нам с Юрием было чем перекусить. Короче говоря, общий чек был 48 долларов. Посидим, кушаем, и вокруг бегают курицы и петухи. И такое ощущение, что мы где-то на Бали в Азии. Вообще, вы знаете, друзья, у меня ощущение, что Гавайи и Бали, это просто брат и сестра, либо 2 сестры, либо 2 брата. Потому что практически все то же самое. Единственное, что кто-то из них гораздо побогаче, наверное, Гавайи. Потому что Гавайи раз в 5, а местами и в 10 дороже, чем практически то же самое, только на Бали. На Гавайи 4 основных острова. Биган, Гавайи, Мауи, Уаху и Кавайи. На самом деле вообще 8 основных островов, но самые основные и большие это Гавайи, Мауи, Уаху и Биган. Когда я сюда приехала, то гавайский язык мне показался очень близок к русскому языку, потому что многие слова в гавайском языке напоминают русский матч. Я почувствовала себя как дома. Допустим, я живу в таком городке под названием Лихуи. Представьте, если мэр города Лихуи обращается со своим гражданам. Как это будет? Дорогие Лихуяне. Дорогие Лихути, Лихути и Лихуяне. Допустим, если вы говорите алоха, это приветствие. А если вы хотите сказать до свидания, до новых встреч, вы говорите эхуихо. Эхуихо. Это вы говорите до свидания. До новых встреч на гавайском языке. Также очень много всяких примеров. Допустим, на Большом острове есть такая дорога, она называется Ахуена. Как называется? Ахуена. А на острове Мауи есть такая смотровая площадка. Такой вид, он называется Хуела Point. Вообще, в гавайском языке с искания букв H, H.U.I. означает группа, сообщество, группа людей. Так что в местных школах есть такие, допустим, клубы по интересам. Например, есть шахматная хуи, музыкальная хуи, танцевальная хуи и так далее. Местные люди очень заботятся об этом острове. И у них есть такая поговорка, если ты по-настоящему любишь Хавайи, скажи своим друзьям, пусть едут на Мауи. Дюйден. Слышны. Дюйден. Дюйден. Дюйден! Дюйден. А? шака 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 брата шака брата и и and and bye-bye see you me it's okay so aloha шака брата шака шака mahalo аху и хоу cool subscribe to channel Да-да-да. Мы приехали на очередной водопад, называется Уай-Луа. Уай, если помните по-гавайски, это вода. Луа, это близнецы. Водопад-близнецы. Вот. О, боже, вы красивые. Два красивых водопада. И сейчас Лена говорила, что нужно будет пристально смотреть, фокусироваясь в одну точку, не моргая на водопад, а потом перевести куда-то глаз, и мы что-то увидим. Интересно, что. Сейчас я это сделаю и скажу вам, друзья, что же мы увидим. Красоту вы и так видите, а что-то еще увидим. Погнали смотреть. Если 10-15 секунд смотреть, фокусируясь только на, допустим, правый водопад, а потом перевести свой взгляд на деревья, то деревья начинают двигаться. Попробуйте это сделать тоже. На острове Кавайи есть такой закон. Ничего нельзя строить выше кокосовой пальмы. Четыре этажа это предел. Все, они сделали такой закон, чтобы сохранить красоту природного ландшафта. А вообще недвижимость на Кавайях очень дорогая. И самая дешевая квартира на острове, малогабаритная квартирка, двухкомнатная, стоит 300 тысяч долларов. Если вы хотите отдельный домик, такой более-менее средненький, 700 тысяч долларов. Если вы хотите дом с видом на океан, то это уже от трех миллионов и выше. Медицина в США отстойна. Очень недоступная и непрогрессивная. То есть цены очень дорогие, особенно на зубных врачей и какие-то другие. В Америке вообще распространен медицинский туризм. То есть американцы, чтобы себе отремонтировать зубы, едут в Мексику. Там это намного дешевле. Или, чтобы какую-то операцию сделать, они едут в Сингапур или в Таиланд. Это намного дешевле. Плюс они посмотрят в другую страну. Вот, да. Образование тоже очень дорогое. Потому что, когда, допустим, студент заканчивает свое образование, он еще должен такую огромную сумму, что ему еще работать и работать. И он выплачивает этот свой долг студенческий. Я не знаю, до конца жизни. Естественно, он не может себе позволить купить дом. Поэтому это все как бы замкнутый круг. Сколько образования конкретно стоишь? Это зависит. Это зависит. Если это государственный университет, это одна сумма, ты живешь в этом штате. Если это частный университет, это 70 тысяч. И может быть больше где-то... В год. В год. Мы с Юлей, когда вчера серфили впервые на Гавайях, то рядом с нами плавало множество черепах. Прям больших таких, красивых. И сегодня мы видели черепаху тоже, когда приезжали там, где дракон кричал. Сейчас мы приехали к какое-то месту, Пойпу. Мы здесь недалеко живем. Наш отель здесь недалеко. Тоже посмотреть на черепах. И здесь где-то еще есть какой-то обрыв, скала, откуда прыгал Гаррисон Форд в каком-то фильме про 6 ночей, 7 дней. Пойдем поглядим, что за место. Ой, красиво очень. Есть ли там черепахи? Огромнейшие красивенные черепахи плавают вон там, в волнах. Я не знаю, как они не разбиваются, а скалы. Друзья, мы с вами проводили день вместе на острове Кауаи вместе с гидом Еленой. Такая экскурсия нам стоила 420 долларов. На самом деле другие варианты, которые у нас были, русскоязычного гида стоят раза полтора-два дороже, потому что они не живут на острове. Они прилетают с соседних островов и проводят здесь экскурсии. Если хотите провести экскурсию с Леной, ссылочка на нее будет в описании к этому видео. Я не знаю, доберетесь ли вы сюда. Я расскажу в одном из видео, либо уже рассказал, как сюда добраться, сколько что стоит минимально и максимально. И вообще, в принципе, как у нас вся эта история стоила. Ну что, с вами был бывалый путешественник Андрей. Мы авиабилеты покупаем на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Инвестируйте свое время и деньги в путешествия. Аху и хоу, друзья. Это по-гавайски. До новых встреч.